Итак, всем привет! Я встала. Первая часть. Это должна быть первая часть. Почему-то у меня там произошел какой-то сбой, и я не могу заснять для вас видео. Там, короче, произошел какой-то сбой. Не знаю, я начала загружать вторую часть моего утра, и там я увидела, что в первой части там написано, это видео не загрузится, потому что у вас там какой-то сбой настройков. Поэтому, извиняюсь, ребят, там все было хорошо, понятно, все красиво, все так. Ну, в общем, я проснулась в 8.11. Вот, сейчас у нас время 9.14. Я сняла вторую часть, может уже посмотреть. Вот. Ну, а это пусть вы будете считать первой частью. Сейчас мы будем с вами чистить зубы, умываться. Где у меня умывальник стоит, там я не могу чистить зубы, потому что она вам сильно помешает. Там одежды висят. Я, короче, не знаю, я еще попробую. А если что, то будем чистить ванной. Итак, здесь висит вот такая вот, какая-то непонятная полотенца. Вот. Я мочу щеточку у нас у бабушки. Сейчас покажу. У нас у бабушки вот такие вот странные щеточки. Детские. У моей сестры вот такая вот с Микки Лаусом. Сами понимаете, она нормально не может обращаться с щеткой. Ну, и у моего двоюродного брата вот такая вот. То есть у нас с ним одинаковая. Бабушка только чистит новым жемчугом. Она, между прочим, очень хорошая. Зубы отберевит хорошо. А еще у меня для моего брата и сестры есть вот такая вот мое солнышко. Туттифрут. Я когда была маленькая, тоже такое чистила. Но и сейчас я ее не переношу. Просто вкус меня просто взбешивает. Намачиваем щеточку. Необращайте внимание, если бабушка там что-то будет на заднем плане говорить. Добавляем пасту. Сейчас я вам все покажу. Вообще была первая часть хорошая, но так как произошел небольшой сбой. Так, сейчас наберем в рот воды. Я, в общем, пришла с щеткой и зубной пастой сюда в спальню, чтобы здесь почистить, потом пойти и все промыть. Потому что бабушка, когда начала всю эту свою стирку, я сильно разозлилась, потому что я сказала, подожди хотя бы 5 минут, чтобы я закончила чистить зубы. И тогда начнешь. Я ей сказала, что я снимаю видео, можешь мне не мешать. Она сказала то, что снимай видео, я тебе не помешаю. Также она там начала пылесосить. Потом у нее там начались там всякие разборки. Ну, в общем, я просто разозлилась и ушла оттуда. Я недавно из автомата выиграла вот такого вот мягкого-примягкого котенка. Я его сегодня заберу к себе домой, потому что у меня уже третью неделю сидит, и я хочу его повесить к себе на шкаф, но никак не получается. Вот. Еще у меня есть... Мне моя двоюродная сестра подарила вот такого триборна. У меня для него есть очень много одежды, одежды, но иногда у меня реально... Может быть, вы даже будете смеяться, но у меня даже иногда реально происходит такой интерес к игрушкам. Вот. Но на канал я этого снимать не буду, чтобы не позориться. Так. Продолжаем чистить. Как бы эти стороны не смотрелись, но я уже здесь не первый раз чесу зубы. У меня сильно печет губы, поэтому я пошла смывать. Блин. Так вот, я уже смыла все. Мываться я решила на камеру. Вот. Ну и потом я вам покажу, как же я ухаживаю за собой. Я сейчас до сих пор хожу в пижамных шортах, поэтому я вот так вот часть пока что себя снимаю. Потом я покажу, как я делаю зарядку и так далее. Утро мое будет у бабушки. Вот. Это мое утро у бабушки. Вот. Надеюсь, вы уже поняли по названию. А я сейчас буду умываться. Я вообще каждый выходной, когда у бабушки, умываюсь в ванной. Но просто если я сейчас буду умываться в ванной, то мне там некуда будет вас поставить, и вы упадете просто в воду. Вот. Ну, а я вот так вот споласкиваю. Надо было брать мою умывашку. Потому что у бабушки сейчас спросила, есть ли у нее умывашка. Она сказала, что нет. Бабушка, здесь умывашка. Ну вот, машется, что нет. Умываюсь я горяченькой водичкой, чтобы взбодриться. Вообще говорят, что холодной надо, но холодной я не хочу, потому что бабушка стоит в виде окна, и я боюсь, что я заболею. Берем мою плодиночку. Морозовенькое. Сегодня мы с бабушкой пойдем к бабушкиной собаке ее дрессировать. Мы всегда ее дрессируем, каждый выходной. Поэтому, возможно, я возьму и вас. Вот. Чтобы сегодня мне дома ничего не снимать, никаких там влогов и так далее, я сегодня у бабушки лучше побольше наснимаю, пока есть проценты на телефоне. В общем-то, вот так. Я сейчас буду всеми кремами там, увлажнительными, ну, в общем, всем-всем-всем, что надо делать утром, я буду сейчас пользоваться бабушкиной. Вот. Кому не нравится, можете не смотреть. Я это делаю, снимаю для своих одноклассников, одноклассниц, которые меня смотрят, потому что все у меня просят сними свое утро. Во-первых, она залетает вот, на тысячу просмотров. Вот. Ну, и надеяло отписывается больше. В общем, встретимся уже в спальне, где надо ухаживать за собой. Так, я уже в спальне. Итак, я уже у бабушки в косметичной, можно так сказать. У нее здесь вот такой вот завал, но здесь можно ухаживать за собой. Так, первое, что я вижу просто, что у меня попалось на глаза. Итак, первое, что у меня попалось на глаза. Почему первое, что попалось на глаза? Потому что, опять же, от фирмы чистая линия. Это вот такой вот какой-то умный крем. Вот. Для лица и шеи. Три в одном. Против морщин. Увлажняет и смягчает и полноценное питание. То есть, лицо у вас будет мягкое, не морщинистое. Он будет все морщины прикрывать. Я тоже таким раньше кремом пользовалась. Если у меня сегодня будет время, я зайду в рульбу. У кого есть такой магазин с косметикой, то меня поймут. Вот. Я, конечно же, куплю себе кремчик, потому что у меня все крема закончились. Вот. Либо я зайду в фикс прайс. Там есть такие красивые крема вот такие в таких же тюбиках, только там с собачками, с кошечками. Вот. В общем, я сегодня зайду в фикс прайс и немного закуплюсь косметикой. Ну, мы продолжаем. Я открываю и начинаю наносить его на себя. Дальше потом мы будем делать крем для рук. Я наношу на вот эту часть пальчиков. и начинаю наносить впереди меня зеркало, поэтому вы просто наблюдаете, как я ухаживаю утром у бабушки за собой. Дома я ухаживаю совсем по-другому, потому что там косметика моя. Вот. он, кстати, не жирный. И если сейчас меня смотрит Таня из канала Самурейн, то обязательно купи вот такой вот крем. Он очень хороший, он увлажняет лицо, становится такая мягкая кожа в течение пяти минут, и ты просто чувствуешь себя, как будто бы кожа младенца. Вот. Я увлажняю так вот лицо утром. Дома у меня много кремов, но не моих. Ну, я мамиными тоже кремами пользуюсь, она мне разрешает. когда у меня закончится, у нее есть такой вот крем Невея для рук и для лица. Кстати, сейчас будем не на руки наносить. Но для начала мне надо увлажнить лицо. Он не жирный и вкусно пахнущий. Именно такой вот берите. Очень вкусный. Если я сегодня зайду в магазин и он не упадет, я, конечно же, куплю себе. Все крема они дорогие, даже если бы они были дорогие, я бы все равно купила. Для своего ухода за руками, лицом, там, вообще всего. Но я хоть миллион потратить, чтобы только я хорошо не глядила. А то есть такие женщины просто старого вида, а им лет двадцать. Вот. столько нанесла. Сейчас мне надо бабушек помочь. Так вот, она меня просто просила там сходить и кое-что принести. Вот, в общем, здесь я уже немного разгладила. Бабушке все крема вкусно пахнут, особенно вот этот вот Невея. Сейчас поставлю сюда, чтобы вы запомнили. Вот так. Это, ребят, не реклама, это просто я вам снимаю мое утро. Это крем для рук увлажняющий. Вон, здесь написано крем для рук. Увлажняющий. Руки хорошо пахнут. Тут в лавушке еще есть один крем для рук. Такой вот. Но он плохой. Им никто не пользуется. Просто она один раз использовалась и он невкусно пахнет. Потом она начала вот этим пользоваться. Никогда не покупайте вот такой крем. Здесь дальше есть размягчающий компрессор для ног. Это делать на вечер. Я вчера себе делала, но так как у меня стояло телефон на зарядке, я вам не засняла. Такой вот компрессор для ног только делать вечером. Очень хороший. Ставьте на паузу и запоминайте. Вот. Для поддержки кожи ног. Такой вот крем. Мяты и можжевельник. Дальше еще один крем для рук от Авент. Не Авент, а Невея. Короче, это вот эта фирма. Я просто забыла, как она называется. У меня очень много косметики от этой фирмы. вот Натурал для рук. Здесь получается черная смородина, малина и как бы все. Это крем для рук. Я сейчас нанесу немножко вот разнообразить запах. он уже тоже почти весь закончился. Есть еще с такой скромелью, но он быстро закончился, потому что я приходила и мазала. Игатка мать. Я короче сходила за тряпкой и все вытрела. В общем, вот намазала. Будет жирно, но я наношу вот сюда. чтобы вы понимали. Потому что если сейчас буду наносить опять на то место, то это будет очень сильно жирно. Так вот я втираю прям со всей силы, нажимаю и втираю. Кожа становится мягкой, как у младенца, особенно лицо вообще такое мягкое стало и очень вкусно пахнущее. Я каждое утро так ухаживаю за собой. Просто у меня дома нет времени для вас поснимать. А здесь есть просто здесь мне никто не мешает, там младшие братья. Если бы у меня бы спальня закрывалась нормально, а то там есть ключ, но она закрывается нормально, там на несколько щелчков. вот ладо не суть. Вообще скажите спасибо, что я начала снимать хотя бы, а то у меня что-то вообще не было времени для вас поснимать. Так, что-то мне еще попалось в глазах, пока что бабушке делаю красоту. Дальше упалось вот такой вот крем с дневной. Я не хочу, чтобы у меня была кожа жидная, я не буду наносить его. Дальше против темных крылов и мешков под глазами. Вот такой миниатюрный кремчик. Сейчас я намажу здесь, где у меня сейчас мешки под глазами и вам поставлю сюда, чтобы вы посмотрели, поставили на паузу, все почитали. Видео у меня получается очень длинным. Вот такая вот здесь пимпочка. Я наношу перед зеркалом. Специально вас поставил в эту сторону, чтобы вы видели получше. тут я обошлась и без умывашки. С умывашкой конечно было бы лучше, но ничего страшного. Так вот, я вам говорила, смотрите, так как нам бабушка очень понравилась, мы с ней покупаем. Так почему этот желтый, а этот белый. Вот. Они очень вкусно пахнут, и очень хорошо увлажняют ручки. руки становятся как у младенца. А еще бабушки на день рождения дарила вот такие вот вкусные духи. Не знаю, конечно, где от них крышка, но не очень вкусно пахнут. И теперь вот эти вот штучки мы должны сейчас с вами увлажнить все это, втереть в это место. Самое главное, чтобы этот крем не попал в глаза, иначе будет очень сильно щипать. Он как-то раз, я смотрела, в общем, была реклама по этому крему у одной девочки, не помню, как называется канал, но канал очень хороший. Вот. И он ей попал в глаз, у него распал глаз, в общем, они ездили на какую-то там проверку, ей чуть ли даже не до операции, врач сказал. Поэтому будьте аккуратнее с кремами, которые наносятся под глаза и на лицо. Вот, потому что крем для рук мне раньше попадал, но ничего, я просто его промыла, там врач прописывал тогда просто как бы промывать, там какую-то еще прописала штуку, чтоб типа закапать, там все будет, ну, в общем, поняли, все будет увлажняться, перемещаться и все оттуда выйдет, как перекись водорода. Так, дальше это вот такое от Рексона, я сейчас буду мазать Рексоной, только не с вами, я намазала, дальше бабушке есть еще один крем для лица, вот такой вот черный джем, но только ночной, а у меня еще есть дневной, вот, сейчас покажу, дневной и ночной, она очень полюбила эти кремы, а теперь от них никак отлепиться не может. Дальше у бабушки здесь есть еще какой-то крем, так, ну только здесь написано ростки пшеницы и сладкий миндаль, интенсивный увлажняющий крем, а для чего лица и тела, поэтому сейчас будем влажать ножки, это как Невея в таких упаковочках, бабушка активно мажет, сейчас я нанесу себе на ноги, он очень какой-то густой, сейчас проведу небольшую рекламу по этому крему, нанесу я побольше, там написано для всего тела, даже можно наложнить пяточки такой вот крем так, это было больно, здесь у бабушки есть, я говорю, она вообще помешана на этих черных жемчугах, опять дневной крем, теперь теперь я знаю, что дарить на день рождения, так, сейчас я увлажну ножки, вам покажу, то, что я намазала ноги, вот, намазала одну и вторую ножку, сейчас буду сидеть и увлажнять, очень хорошо втирается, как будто я просто помыла водой ноги, такие сразу стали увлажненные, хорошие, нежирные, потому, что я один раз какой-то крем купила, прямо рекламировали, и на него была скидка, то есть не жалко было потратить 200 рублей, вот, вообще в натуралке он стоил полторы тысячи, какой-то богатый крем, вот, если он мне сегодня попадется, то я вам обязательно его прикреплю в каком-нибудь видео, очень реально вкусно пахнет, в общем, я его купила, начала наносить, потому, что он был для рук, 200 рублей я на него потратила, он, я просто не знаю, он был очень жирный, его просто было, ну, просто он вот так вот тянулся, как сопли, извините, простить за выражение, но реально он тянулся, как какие-то сопли, так, дальше, здесь есть косметичка, но здесь нет ничего особенного, так, помадка, какая-то красивая помадка, нет, она слишком яркая, здесь есть еще вот такая вот девага, какая-то помадка красивая, вот такая красивая помадка, ну, вроде бы все, вот этот вот весь уход, мое утро, всем пока, до новых встреч, Продолжение следует...